В предыдущих концессионных соглашениях были заложены существенные риски. Именно это и стало причиной их отмены. С таким заявлением в ходе пресс-конференции выступил глава города Алексей Сафонов. По словам Алексея Александровича, вступив в должность, он вместе с коллегами еще раз внимательно проанализировал все документы, касающиеся концессии Гурводоканала. И пришел к выводу, что начинать столь сложный проект с ошибок нельзя. У некоторых моментов был риск так называемого обжалования или претензии. И мы понимали, что пропустив эти риски или допустив, скажем так, не обратив на них внимания, мы понимали, что через год, через два, может быть, через три будет подан протест, будет подана жалоба в ту или иную структуру. И мы, по сути, окажемся в ситуации, когда мы и начать-то не успели, а пора уже заканчивать. Алексей Сафонов отдельно подчеркнул, что его решение не было спонтанным. Концессионное соглашение – документ трехсторонний. И перед тем, как отменить предыдущие формулировки, глава города донес свою позицию до всех участников процесса. Это не было удивлением для правительства Нижегородской области, для губернатора. Это мое решение. То есть это абсолютно взвешенный, продуманный подход. И они согласились, что такие сложные вопросы надо решать исключительно в мероприятиях совместно. То же самое, такие же мероприятия были проведены с Ядерным центром. Мы также объяснили им свою позицию. Они увидели наши риски, тоже согласились. И, по большому счету, такая же процедура была проведена с Росатомом. Другим важным моментом, на котором в ходе своей пресс-конференции остановился Алексей Сафонов, стало пространственное развитие Сарова. По словам главы города, недавний визит президента придал этой теме новый импульс. И пока власти прорабатывают закон о федеральных территориях, администрация уже готовит свои предложения по расширению границ Сарова. Проект очень серьезный, очень большой. Он охватывает горизонты не то, что ближайших 10 лет. Мы говорим уже о горизонтах ближайших 50 лет. Предварительная идея заключается в том, что производственные участки, участки филиала МГУ будут располагаться на территории технопарка. На текущем этапе нашей оценки ситуации, что северную территорию мы планируем отдать под развитие жилищного строительства. В числе первоочередных проблем, которые вызывают обеспокоенность жителей, Алексей Сафонов отметил освещенность дорожной сети и дворовых территорий, а также вывоз мусора. По двум этим направлениям идет работа, и власти надеются, что в ближайшем будущем удастся добиться позитивных сдвигов. Идут активные переговоры с мусорным оператором в плане того, что деятельность, которую они ведут на территории города, не в полной мере удовлетворяет наших жителей. Мы надеемся, что нас слышат, непростая ситуация, но тем не менее движение в этом направлении тоже есть. Не обошел вниманием Алексей Сафонов и насущный для этого времени года вопрос уборки города. Глава сообщил журналистам, что лично посетил дорожное эксплуатационное предприятие, где пообщался с руководством и коллективом. Алексей Сафонов честно признал, что ДЭП находится в непростой финансовой ситуации, но выразил уверенность, что ее удастся преодолеть. Часть функций предприятия переведена в ручной режим от администрации, для того, чтобы не допустить на текущем этапе серьезных ошибок, что позволит, мы надеемся, что позволит вытащить предприятие на нормальный работоспособный уровень. Есть сложности с персоналом, есть сложности с техникой, мы это признаем. Понятно, что будут жалобы от наших граждан, но тем не менее наша задача сейчас, во-первых, обеспечить жителей города данной услугой, а второе, все-таки сохранить это предприятие для муниципалитета. Константин Перевозчиков, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.